Европейская комиссия сообщила о том, что Европейский инвестиционный банк подписал меморандумы о взаимопонимании на сумму 1,47 млрд евро с правительствами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Банком развития Казахстана. Речь идет о займах, которые вскоре будут выделены под гарантией Европейской комиссии для реконструкции и улучшения транспортной инфраструктуры, идущей через Каспийское море напрямую в Европу. Европейский союз собирается инвестировать 10 млрд евро в соединяющий Европу и Центральную Азию транскаспийский транспортный коридор. Об этом заявил председатель Европейской комиссии, вице-председатель Валдис Дамбровкис на инвестиционном форуме в Брусселе в понедельник, еще 29 января. Это очень важный транспортный, прежде всего газовый и нефтяной проект, который позволит государствам Центральной Азии напрямую выходить на международные рынки, минуя Китай, Иран и Россию. Страны, которые отличаются предсказуемостью и добросовестностью в использовании экономических связей в политических целях. Вообще Европейский союз собирается выделить до 300 млрд евро на создание транспортных систем в Центральную Азию. Когда этот процесс завершится, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, между прочим, и другие страны Центральной Азии получат прямой выход на международный рынок в обход российской недоимперии. Сейчас Казахстан критически зависит от России, поскольку есть три важнейших фактора. Первый – граница 7 тысяч километров. Второе – армия казахстанская, весьма устаревшая, всего 40 тысяч боевого состава, которая совершенно очевидно не в состоянии защитить независимость Казахстана и в случае вторжения России. И третье – то, что вся казахстанская углеводородная экспортная отрасль работает через нефтепроводы и газопроводы, идущие в Новороссийск, через Российскую Федерацию. И мы уже помним, что были случаи в 2022 году, когда Россия под разными надуманными предлогами начинала ограничивать пропуск казахстанской нефти через Новороссийск. Вот когда будет реализован Транскаспийский проект, от этой зависимости можно будет уйти. Важнейшая новость на будущее по поводу независимости Центральной Азии.